Ольга Осетрова начала помогать тем, кого уже не вылечишь в качестве волонтера 25 лет назад. Сейчас она руководит автономной некоммерческой организацией «Самарский хоспис». В его стационаре полсотни онкобольных. Помощь же требуется в сотни раз большему количеству людей. С ноября на горячую линию, организованную на средства президентского гранта, поступило уже около трех тысяч звонков. На телефоны местных сотрудников звонят круглосуточно, чтобы, например, верно скорректировать нужную дозу обезболивающих или узнать, как срочно помочь близкому в экстренной ситуации. Прошлую неделю дежурила. У меня в воскресный день было 18 звонков. Ни одного из них не было звонки от тех пациентов, которых мы ведем. Это все было по острым состояниям. Чем помочь? Тошнота, рвота. Много-много. Вот эта круглосуточная линия помощи, она крайне востребована. Второе направление, на которое идут средства гранта – выезды специалистов на дом. Врач хосписа Елена Гаврилова на связи с супругами Гурули уже несколько месяцев. Около семи лет глава семьи Дмитрий лечился в онкоцентре с диагнозом рак предстательной железы. В костях появились метастазы, наступила четвертая стадия. Дмитрия выписали домой. Состояние было крайне тяжелое. Начались сильные боли. Дмитрий лежал под системой и не мог ходить. Ситуация была ужасная, признается Лариса Гурули. И свет в жизни появился только когда они обратились в хоспис. Теперь супруги знают, какие препараты принимать, как облегчить побочку от лекарств. Дмитрию стало намного легче. Он с удовольствием проводит время за собиранием огромных пазлов с красивыми пейзажами. Вместе с Ларисой выходит гулять. Ужасно было вообще. Ситуация была ужасная. Ну вот, а это мы знаем. Что-то не получилось. Примите это. Мы принимаем это. А что еще нужно? В нашей ситуации можно только создать такой образ жизни, при котором можно жить. Вот мы живем, и это, конечно, помощь огромная. Врачи-медсестра стали для этой семьи и избавителями от боли, и психологами. Ведь палеотивная помощь – это такой подход, при котором не только облегчается физическое состояние человека, но и оказывается психосоциальная и духовная поддержка. Когда и боли нет, и семья общается, это тоже очень большая часть работы хосписа. Снятие симптомов одно, а работа в семье, с семьей, ради семьи и ради этого пациента – это другое. Также на средства гранта хоспис издал буклеты с информацией первой необходимости и обучил ряд врачей методикам обезболивания. В настоящее время в планах написание гранта на средства для психологической помощи родственникам, переживающим утрату близкого человека. Светлана Стрибкова, Сергей Костин, Новости губернии.